Здравствуйте, друзья! Это детская студия шоу, театра и кино «Белый пони». Мы преподаватели этой студии. Это... Владимир Лыков. Да, а меня зовут Катя Левина. И сегодня мы вам расскажем о том, как развить ассоциативное мышление у вашего ребенка. Дело в том, что ассоциативное мышление – это очень важно, поскольку именно на нем построена вся индустрия медиа, театра, кино, литературы. А также многие научные открытия связаны именно с тем, что люди заметили абсолютно несовместимые вещи и совместили их. Пример тому – швейцарский нож, в котором есть и отвертка, и нож, и вилка, и штопор, и много чего еще. И мобильный телефон, в котором есть и фотоаппарат, и секундомер, и видеокамера, и много-много-много чего. И прямо сейчас мы вам расскажем о некоторых упражнениях, которые помогут развить ассоциативное мышление у вашего ребенка. Когда мы учим детей ассоциативного мышления, мы говорим, что придумайте слова, которые находятся в одной логической плоскости. Допустим, возьмем слово «ручка». И когда мы говорим слово «ручка», ассоциации к нему – это ножка, это пальчики, носик, лобик. И, в общем-то, это не очень хорошая ассоциация, потому что ручка бывает еще у двери, ручка бывает, которой мы пишем, и ручка бывает, которой мы все берем. И вот мы сейчас возьмем, и когда мы играем в игры, мы сначала берем одно слово. Вот сейчас Катя будет выполнять роль ребенка. Я говорю ей, допустим, оператора просим сказать любое слово. Скажите любое слово, оператор. Машина. Итак, ассоциации к слову «машина». Машина. Бензин. Машина. Швейная машина. Машина. Телепорт. Машина. Механизм. Машина-экскаватор-машина. Траншея. Машина. Консервация. Машина, предположим, подстригальная машина. Машина-газонокосилка. Машина-стиральная. Машина-стиральная. И вот мы придумываем ассоциации к одному слову. Таким образом, ребенок на определенном уровне сталкивается с проблемой, что у него заканчиваются ассоциации. Но потом, когда он тренируется, он может и говорить больше, больше и больше. Когда мы идем с вами дальше, то мы придумываем ассоциации уже к придуманному слову. Сейчас попросим снова сказать нам слово. Ёлка. 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 Звезда. Звезда. Морская звезда. Море. 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 Пляж. Пляж. Загар. Загар. Солярий. Солярий. Красотки. Красотки. Конкурс красоты. Судейство. Судейство. Заключенный. Тюрьма. Тюрьма. Надзиратель. Надзиратель. Учитель. Учитель. Ученик. Шпаргалка. Шпаргалка. Это диплом. Диплом. И вот таким образом мы с вами видим, как мы переходим через какие-то ассоциативные связки. Мы были в море, потом мы оказались на пляже, потом мы каким-то образом перешли к учителю и так далее. И вот если в эти игры играть с ребенком или играть с детьми, или вообще можно играть даже со своими сверстниками, то это развивает ассоциативное мышление, что по сути является фундаментом человеческой креативности и творчества. Ну что ж, на этом все. И приходите заниматься в студию Белой Японии. У нас еще очень много хороших развивающих игр.